здравствуйте уважаемые абитуриенты и родители мы рады приветствовать вас на нашей серии онлайн иностранных языков и мою коллегу я хотела бы представить мою коллегу в алексеевну который является ответственным секретарем приемной комиссии факультета иностранных языков прежде чем приступить к обсуждению и демонстрации факультета иностранных языков мы хотели бы оговориться что по ходу трансляции у вас наверняка возникнут какие-то вопросы поэтому оставляйте пожалуйста в комментариях в конце трансляции мы постараемся на них ответить прежде чем приступить к нашему с вами общению я должна познакомить вас с очень важным человеком деканом факультета иностранных языков профессором кафедры английского языка костина екатерина алексеевна уважаемые абитуриенты разрешите мне кратко представить вам факультет иностранных языков новосибирского государственного педагогического университета наш факультет старейший в городе новосибирске в новосибирской области он ровесник победы нашей страны великой отечественной войне таким образом основание факультета пришлось на 1945 год и вот за эту ну для кого-то краткую для кого-то долгую историю своего становления формирования факультет прошел достаточно интересный сложный путь и сегодня мы предлагаем для вас следующие программы по которым мы ведем подготовку на факультете мы реализуем следующее направление бакалавриата это педагогическое образование и лингвистика в рамках педагогического образования у нас есть однопрофильные и двупрофильные языковые программы однопрофильная программа это иностранный английский язык двупрофильные программы прежде чем назвать их я сразу поясню первый язык это основной язык зачастую тот с которым вы поступаете по результатам covet второй язык второй профиль это дисциплины которые начинаются на втором курсе подготовки и так в двух профилях мы набираем на английский и французский языки английский немецкий китайский английский немецкие английский и английский испанский это в рамках педагогического образования вы безусловно услышали сейчас китайские и испанские так вот чтобы не пугались вступительное испытания. Для поступления на эти программы мы берем английский язык. Если у вас, конечно, будет сдан китайский или испанский, это только приветствует. Но, тем не менее, основное испытание вступительное – это английский язык. И программа английский-испанский – это новая программа, на которую мы набор начинаем в этом году. Ну и я надеюсь, что она будет пользоваться популярностью. В рамках лингвистики мы готовим по профилю перевода переводоведения и набираем там на две программы – английский-китайский и английский-немецкий языки. Теперь программы магистратуры. Они актуальны для тех, кто уже имеет диплом бакалавра, и, соответственно, вы приходите к нам на подготовку по второму уровню высшего образования. Мы предлагаем три магистрские программы, две из которых я назову, они ориентированы на тех, кто приходит к нам с базовым английским языком. Это образование в области иностранных языков и информационно-коммуникационные технологии в обучении иностранным языкам. И для тех, у кого базовое образование немецкий, мы предлагаем программу «Инновационные аспекты обучения иностранным языкам и межкультурной коммуникации». Все три магистрские программы реализуются в заочной форме. Есть еще программа аспирантуры. Мы ее предлагаем для тех, у кого уже есть подготовка магистра. Эта программа имеет название «Теория и методика профессионального образования», но и, как любая программа аспирантуры, она ориентирована на тех, кто предполагает в перспективе защиту кандидатской диссертации. Помимо основных наших программ, у наших студентов есть возможность изучения дополнительных иностранных языков на базе образовательного лингвистического центра факультета иностранных языков. То есть, если вы пришли к нам и изучаете английский и немецкий, вы по своему выбору дополнительно можете изучить французский, испанский, итальянский, китайский. В общем, те языки, для которых у вас есть желание, ну и время, наверное, которое остается от изучения основных дисциплин на основной программе. Еще одним, с моей точки зрения, немаловажным и очень интересным моментом подготовки на факультете является возможность стажировок за рубежом. Это, наверное, один из таких главных факторов, который позволяет вам на максимально высоком уровне освоить иностранный язык. Мы предлагаем краткосрочные стажировки от двух недель до семестра, и даже студенты остаются на год в зарубежных вузах, естественно, в странах изучаемого языка. Это Объединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. В первую очередь это Англия, Шотландия и Северная Ирландия. Это, естественно, Китай, когда мы говорим о китайском языке. Это французский, Франция и Германия. И когда сейчас мы открываем испанский язык, естественно, мы выходим на сотрудничество с вузами Испании. Что касается трудоустройства, где наши выпускники могут себя найти? Ну, в первую очередь, естественно, это образовательные учреждения любого формата и любого уровня, начиная от детских садиков, школы, гимназии, лицеи, учреждения среднего профессионального образования, высшего образования. Это государственные либо частные заведения. И, естественно, позиции, занимаемые от рядового сотрудника до руководителя учреждения. Переводчики – это, в первую очередь, конечно, устный и письменный перевод в различных структурах, в том числе структуры власти. Это туризм, гиды со знанием иностранного языка. Ну и абсолютно различные аспекты, вообще любой профессиональной деятельности. Наверное, все-таки в первую очередь здесь отмечу – это радио, телевидение, пресса. Это на самом деле все те профессии, где требуются различные компетенции, которые студенты у нас здесь приобретают. И я даже сейчас говорю не о лингвистических, не языковых компетенциях, а в том числе коммуникативные, социокультурные, медийные, академические и так далее. То есть абсолютно разный спектр, который позволяет те компетенции, которые позволяют сформировать фундаментальная подготовка на факультете иностранных языков. Ну вот, наверное, как бы такой у меня краткий обзор того, что мы можем предложить сегодняшнему абитуриенту. И я выражаю надежду, что с 1 сентября 2020 года мы увидим вас в наших рядах в качестве статуса студента факультета иностранных языков Новосибирского государственного педагогического университета. Здравствуйте, уважаемые абитуриенты, родители, бабушки, дедушки. Мы рады вас сегодня приветствовать на нашей онлайн-трансляции, посвященной абитуриент 2020. И я, как ответственный секретарь, хотела бы вам немного рассказать о наших правилах приема, которые у нас начнутся с 18 июня 2020 года и продлятся до 26 июля. Это для тех абитуриентов, которые поступают к нам по ЕГЭ. А для абитуриентов, которые поступают к нам по внутренним экзаменам, у них начало приема документов начинается с 18 июня 2020 по 13 июля 2020 года. На первый курс к нам принимаются абитуриенты только по результатам ЕГЭ. Для поступления на факультет иностранных языков вам нужно сдать следующее ЕГЭ. Это русский язык, общество знания и иностранный язык. Для тех, кто у нас в этом году будет поступать по внутренним экзаменам, а к этим абитуриентам относятся те абитуриенты, которые в этом году окончили колледжи, то есть среднее специальное образование, иностранные граждане, это Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и дети-инвалиды. Они сдают по внутренним нашим экзаменам. Вы можете подать свои документы на три направления, но внутри этих направлений есть профили. На эти профили мы вас не ограничиваем. То есть вы можете подать на педобразование и перечислить все профили иностранный, допустим, английский язык, бюджет и вне бюджета, иностранный английский, немецкий, иностранный английский, французский, иностранный английский, испанский, иностранный китайский, английский. Хотела бы обратить ваше внимание, что у нас открылось новое направление, Это педобразование иностранный английский и испанский языки. Также вы можете подать на следующее направление. Это лингвистика, где там тоже два профиля. Это перевод и переводоведение английский и китайский языки. И перевод и переводоведение английский и немецкий языки. На это направление у нас также существуют бюджетные места. Вся информация по бюджету, по внебюджету есть на сайте Педуниверситета Абитуриен 2020. Там вы можете посмотреть информацию еще дополнительно. При подаче документов вам необходимо, те, кто поступают на педобразование, вам нужны следующие документы. Это аттестат с приложением, подлинник плюс копия, 4 фотографии, 3х4, медицинская справка. Обязательно. Те, кто поступают на лингвистику, вы должны подавать документы. Это аттестат об образовании, подлинник плюс копия, 4 фотографии, 3х4, еще, извините, забыла, копию паспорта абитуриента, где фотография, где прописка. Во время приемной кампании с вами будут работать наши специалисты. Это Чернова Кристина Станиславовна и Костина Елена Дмитриевна. Специалисты грамотные, если вдруг у вас возникнут какие-то вопросы, они вам обязательно на них ответят. Но если у вас останутся еще дополнительные вопросы, на которые вы не получите ответа, вы можете обратиться ко мне в деканат факультета иностранных языков, аудитория 306. Еще раз повторюсь, меня зовут Суханова Ольга Алексеевна. Также те абитуриенты, которые к нам будут поступать на внебюджетную основу, мы с вами будем встречаться гораздо чаще для заключения договора, ну и дальнейших наших с вами сотрудничества. Расскажу вам по прошлому году у нас 4 этапа зачисления. Первый этап это в июле месяце, в конце июля числа 29, это на целевое направление, это льготники, то есть это те абитуриенты, которые у нас идут по особой квоте. Общий конкурс у нас зачисления будет проходить в августе месяце. Опять же по прошлому году скажу, это 3 августа и 8 августа, то есть первый этап зачисления и второй этап зачисления. Это я говорю сейчас все про бюджет. На внебюджет зачисления у нас 14 августа. И тогда же мы проводим организационное собрание, для всех абитуриентов. И в продолжении собрания передаю слово Лилии Валерьевне. Она вам расскажет про общежитие, про стажировки, ну и так далее. Спасибо большое. Спасибо. Ну, для начала я хотела бы рассказать о возможностях для студентов, которые предоставляет образовательный лингвистический центр факультета иностранных языков. Нужно сказать, что наш центр был образован в 2008 году, в 2010 переименовался, стал образователем лингвистическим центром. Одним из направлений деятельности являются разноуровневые курсы иностранных языков. Если наши студенты, либо студенты педагогического университета хотят улучшить свои знания в иностранных языках, они имеют очень большие возможности для того, чтобы это сделать. Поскольку на наших курсах работают носители языка, а также язык преподают на курсах высококвалифицированные преподаватели факультета иностранных языков. Мы предлагаем изучение языков немецкого, английского, французского, китайского. С будущего года также предлагаем изучение испанского языка. Помимо курсов разноуровневого обучения, мы также предлагаем подготовку абитуриентов КГ и ЕГЭ. В настоящее время у нас успешно работают две таких группы, и ребята после прохождения данных курсов успешно поступают не только на наш факультет иностранных языков, но и на другие подобные же гуманитарные факультеты. Помимо курсов, наш образовательный лингвистический центр организует прием иностранных студентов и преподавателей, которые прибывают на факультет в рамках академической мобильности. У нас традиционно каждый год работают ассистенты программы Fullbright на кафедре английского языка. У нас бывают стажеры из Китайской Народной Республики, преподают китайский язык нашим студентам. Совсем недавно мы открыли ресурсный центр совместно с Северо-Восточным педагогическим университетом города Чанчунь. Наши студенты выезжают в Бельгию на целый семестр. Наши студенты имеют возможность поучиться в Китае, а затем, приехав из Китая, успешно сдавать международные экзамены на уровень владения иностранным языком. Нужно сказать, что наш факультет имеет огромное количество партнеров по всему миру. Прежде всего, речь идет о том, что наши студенты имеют возможность выезжать в Китай, в Казахстан, в Бельгию, Францию, Германию, Португалию. Мы же, в свою очередь, также принимаем студентов и преподавателей из этих стран. Это отличная возможность совершенствовать знания иностранного языка, а также посмотреть на культуру страны изучаемого языка. Для выезжающих студентов лингвистический центр оказывает техническую поддержку, поддержку, которая касается оформления виз, проездных документов и прочее. Поэтому двери образовательного лингвистического центра факультета иностранных языков всегда открыты не только для студентов факультета иностранных языков, но и для всех студентов педагогического университета. Также мне хотелось бы сказать несколько слов о том, как проходит внеучебная деятельность наших студентов. На факультете успешно, уже больше 10 лет работает студенческий центр, наш студенческий актив, который организует для всех студентов, поступивших на первый курс, для студентов-первокурсников, адаптационный сбор. Адаптационный сбор в этом году мы уже будем проводить в пятый раз. Мы выезжаем традиционно в начале сентября в лагерь, и в течение трех дней преподаватели факультета и старшекурсники помогают поступившим ребятам, нашим новоиспеченным первокурсникам, адаптироваться к жизни в новом коллективе. Студенты проходят квесты, студенты играют в профессиональные игры, они слушают первые лекции преподавателей и участвуют в мастер-классах. Это действительно уникальная возможность совершенно безболезненно влиться в новый коллектив и узнать о возможностях обучения и системе обучения на факультете иностранных языков. Поэтому, конечно, если вы к нам придете, мы будем вам рады, и обязательно вы сможете поучаствовать в адаптационном сборе. Все студенты, поступающие на первый курс, студенты, которые прибывают из других городов, из пригорода Новосибирска, мы стараемся этих студентов, конечно, обеспечить общежитие. Общежитие на факультете доступно для всех, и студентам, обучающимся на бюджете, и студентам, обучающимся на внебюджетной форме обучения. Количество студентов в комнате 3-4 человека. Студенты, которые проживают в общежитии, они оплачивают общежитие вперед за полгода, и, естественно, имеют возможность остаться там и на каникулы, особенно те студенты, которые приезжают из ближнего и дальнего зарубежья. Возвращаясь к внеучебной деятельности факультета, хотелось бы сказать несколько слов о студенческом центре. Наш студенческий центр организует огромное количество праздников не только в рамках факультета, но и в рамках университета. Наш студенческий центр объединяет ребят, которые имеют активную жизненную позицию, очень творческие ребята. Они чаще всего отвечают на вопросы, которые касаются не только внеучебной деятельности факультета, но и помогают ребятам, в том числе и по учебе. И направляют, и подсказывают. Поэтому наш студенческий центр считается одним из лучших студенческих центров Новосибирского государственного педагогического института. Университета, простите. Да, сейчас мы вам предлагаем небольшое видео, которое я снял и смонтировал как раз студенческий центр. А затем мы ответим на все ваши вопросы, которые вы задавали в комментариях во время нашей трансляции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА